Главная задача Кубка города Бреста по жиму штанги лёжа – взять вес. Сколько, каждый участник городского турнира выбирает сам. Для кого-то 40 килограммов уже много, а для кого-то 100 – не предел. Соревнования впервые проходили в двух дисциплинах – классический и экипировочный жим лёжа по соответствующим категориям. Предыдущие два кубка – это был только классический жим лёжа. В этом году мы добавили ещё и жим лёжа в экипировке. Это в специальной жимовой майке. На сегодняшний день я не смотрел, сколько человек доехало, потому что бывает, что заявляются и не доезжают по разным причинам. Кто-то снимается из-за травм, кто-то из-за семейных обстоятельств. Было заявлено 79 человек со всей Республики Беларусь. У нас кубок имеет открытый характер, открытый формат. Пользуется популярностью в Беларуси, то есть приезжают достаточно известные, именитые спортсмены. Собравшиеся участники и участницы приехали с разным уровнем физической подготовки. Самой младшей участнице соревнований всего 10, но она уже является победительницей первенства Республики Беларусь. Поднимает штанги весом больше, чем она сама. Всё потому, что пауэрлифтинг – семейное. Я занимаюсь год. Вообще, я пришла сюда с 8 лет, начинала тренироваться, а потом уже занималась пауэрлифтингом. Ну, начинала. Я пришла от мамы, потому что сначала тренировался мой папа, потом пошла мама, а я за мамой пошла. Её много раз просила. На городском турнире по жиму лёжа присутствовали и мастера спорта международного класса. Знакомство с таким неженским видом спорта у Натальи Примаченко произошло совершенно случайно. Но это было судьбоносное знакомство, потому как на протяжении 15 лет Наталья знает, что это точно её. Я живу этим видом спорта. Это моё хобби, моё увлечение. И к этому я иду с большим удовольствием после рабочего дня в спортзал достигать новые результаты со своим тренером. Победители были награждены медалями и памятными кубками. Однако расслабляться спортсменам некогда, ведь впереди более серьёзное соревнование. Открыт республиканский чемпионат по пауэрлифтингу. Ирина Кузьмич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.